Привет! Сегодня хочу рассказать тебе историю о том, как я покорила вершину. Причем вершину в буквальном смысле этого слова, а именно 2061 метр над уровнем моря. Именно такая высота у горы Гаверла. Восхождение на эту вершину принесло в мою жизнь не только состояние свободы и эйфории, но еще и некоторые выводы и размышления, с которыми я хочу сегодня поделиться и с тобой. Итак, вывод номер один. Настойчивость это ключ к успеху. Во время подъема встречаются ложные вершины. Каждый раз, поднимая глаза вверх, мне казалось, что вот-вот и будет та самая вершина с заветным флажком. Но проходило 5-10 минут, а вершина так и не наступала. Так же, как и в жизни, люди часто останавливаются на полпути, не достигнут финального результата. Подъем же начал меня не сбиваться с поставленного пути и использовать такие псевдо-вершины для передышки. Итог второй. Хорошая команда может компенсировать некоторые недостатки снаряжения. Так как поднимались на весну, то, соответственно, на склоне горы присутствовали и снег, и грязь, и скользкая трава. И именно в такой обстановке ты понимаешь как никогда о том, что вовремя поданная рука твоего ближнего иногда значит намного больше, чем новые горные ботинки. То есть самое основное, не бояться и не стесняться попросить помощи у коллеги, либо у наставника. Ведь самому достигнуть результата крайне сложно, особенно если этот путь ты проходишь в первый раз. И третье размышление. Для того, чтобы достигнуть действительно важного результата, необходимо идти страху навстречу. Открою тебе маленькую тайну, я очень боюсь высоты. И как бы смешно это ни звучало, мне намного страшнее было не подниматься вверх, а спускаться вниз. Потому как именно при спуске вниз ты можешь оценить все то расстояние, которое было пройдено, особенно ту высоту, которую ты уже набрал. Но не зря же говорят о том, что страшен только первый шаг. Как только мы начали спуск вниз, постепенно страх уходит, и ты понимаешь, насколько вокруг красиво. В финале же могу сказать только одно. Без цели не будет достижения, а без первого шага не будет движения. И мне всегда необходимо двигаться только вверх, для того, чтобы достигнуть этого результата. Иногда необходимо развернуться и оценить тот путь, который уже был пройден. Ведь, как говорится, я не знаю слова отступать. Я просто разворачиваюсь и все равно двигаюсь вперед к новым вершинам.